привет всем сегодня мы поговорим на такую тему как канадские блогеры и вообще стоит ли слушать их что они рассказывают извините за такую камеру то я вам снимаю с айфона ну что у меня уже села камера на моей батарее вот такая у нас погодка сейчас 17 ну смотрите насчет потому что вернемся к этой теме люди не понимают то есть у них всегда разные ассоциации насчет канады кто-то представляет ее как европу кто-то как кто-то как америку то есть могу вам на личном опыте сказать те люди которые и вообще кто-то расстраивается кто-то только подтверждает уже существующее мнение о канаде могу вам сказать со своего опыта так как я человек до этого практически пять лет прожил до переезда в канаду в командировках я прожил в европе я уже знаю что есть хорошо у меня есть большое сравнение для тех же украинцев которые жили в украине никуда не выезжали дальше там я не знаю молда молда молдовы беларуси там россия тут естественно ему понравится канада однозначно и даже независимо какой он провинции будет жить но там такой более-менее населенной те люди которые уже положили в европе и навидались а даже в командировках будучи они конечно тут разочаруются я говорю о соскочеване возможно даже монитобе и альберте понимаете сто лет назад тут бизоны бегали никакой архитектуры никакой истории в помине нет не было вы сейчас являетесь творцами истории все ваших руках вас такая возможность шанс появился каждая провинция в канаде она по отдельности разная то есть по всему по менталитету образу жизни затратам финансовым каким-то социальным вопросам нельзя равнять соскочеван даже с той же самой монитобой или там соскочеван тем более с бритиш колумбия никогда нельзя такое делать поскольку это вообще разные страны представьте что все эти провинции канадские территории это просто разные европейские страны так сейчас мы выйдем на трассу так вот возвращаясь кому-то подойдет онтарио с его торонто оттавы кому-то подойдет к вебек франкоязычный с монреалем к вебек сити кто-то как я приедет в аграрную провинцию соскочеван монитоба альберта кому-то больше по душе айти технологии горы всякие виноградники там я не знаю океан тут поедет ванкувер british columbia тот кто едет за природой и за диким севером может поехать на север страны юкон нунавуд то есть вот те северные территории провинции и в каждой провинции затраты на страховку на продукты на топливо все что вы можете себе представить естественно разные вообще разные у них даже не по некоторым вот по базам штрафов до полицейским даже нету совместной системы то есть тебя если ты нарушил я ранее говорил какой-то провинции соседней тебе штраф сюда не придет соскочеван пока ты там и обратно не нарушишь и тебя тот же полицейский заставит заплатить уже за два один существующий штраф второй который новый ты уже сделал вот такая у нас погодка сейчас кстати это такие вот метели поскольку насаждение нет переметается слева направо гуси до сих пор некоторые есть и видел тут так как применяется нулевая технология обработки почвы стерня остается и вот они в той стерне защищенной более-менее от ветра такого хорошая нас будет рождество ничего сказать ну в принципе вам мой совет вы берите читайте форумы блоги вообще не любитель этих форумов когда я сюда ехал канаду я смотрел 1 может пересмотрел там 30 40 видео одного блогера он живет в кейбеке Vox Canada и мое было разочарование не его видео а разочарование тем что я смотрел видел его и представлял что квебек это такая же самая канада повсюду будет мне это казалось исключен совсем другой обратно же рекомендую выбирать того блогера с той провинции куда вы едете еще более-менее даже тому из того города с той местности куда вы едете поскольку соскочевая у нас также громадный от севера до юга это совсем две разные территории а тем более центр то бишь имейте это в виду и фильтруйте то есть если вы видите сто процентов да эту информацию вы берете и фильтруйте делите ее смотрите под себя подбирайте в принципе все ссылку на этот Vox Canada я дам ниже в своем видео посмотрите всем хорошее настроение пока пока пока